Денис Анатольевич, я считаю, что час на жалобу подано, она должна быть расползана. Обязательно. Обязательно. Она ссылается на то, что якобы если происходит замена судьбе, то все сначала начинается. С этим я согласен. Но только одно и другое – это разные вещи. Встречный диск подается в общем порядке, чтобы было сделано. Он все, он уже был подан и было определено, вынесено за пределами. Вот это стоит денег. Частная жалоба. 8000 рублей. Кто будет восхищать? Я думаю, отвечу, будет сильно возражать. Потому что это не вина ответчика, что судья выносит такие определения. Судебная заседание является ответом. Она осматривается гражданское дело по искупал Суркомбанг. Маслодини Сунатольевич, он застанет задушен и запретит ему договору. Имеется ходажист. Да, имеется ходажист. Нами было подано встречное исковое заявление. К сожалению, оно было оставлено в бездвижении до уплаты госпошлины. Мы подали частную жалобу на это определение. Я прошу, скажем так, отложить разбирательство по существу. До рассмотрения Мурманским областным судом поданы нами частные жалобы. Была подготовлена частная жалоба. Я считаю, что мой труд должен оплачиваться надлежащим образом и частная жалоба должна быть рассмотрена. И в случае, если будет доказано, что судья вынес необоснованное, скажем так, определение, должны быть какие-то процессуальные последствия. Не знаю, там, для стороны, в споре, либо для судьи, это уже будет отдельная история. Мы просим отложить по обстоятельствам, которые я озвучил, а именно то, что... То есть только отложить? Да, отложить. Не приостановить? Нет, просто отложить до рассмотрения Мурманским областным судом по существу частной жалобы. Ну, частная жалоба, это касается определения, обоставления без движения. Суд-то со встречным иском заявлением в силу статьи 14, часть 6 вправе рассмотреть его самостоятельно. В данном случае встречное исковое заявление вами на настоящий момент поддерживается? Конечно, поддерживается, да. Спасибо. Хорошо. Суд удаляется для разрешения заявленных вопросов. Мы идем в темпе, какие-то согласия, где для... Мы живем в стране, где то, что говорят, не всегда соответствует действительности. Говорить можно все, что угодно. Просто на все нужно соответствующим образом реагировать. Лобанова запросила все оригиналы документов, договора, все-все-все. Сейчас будем разнакамливаться? Пришло что-нибудь? Не пришло? Если они пришли, так пришли, если не пришли, так повторно заявим про датайство. Либо обратили внимание, что если не предоставили, соответственно, в принятии внимания, что этого договора нет. Ну, как там в ГПК написано. То есть, если сторона удерживает какое-либо доказательство, то суд вправе вынести решение о том, что то обстоятельство, которое подлежало доказанным этим доказательствам, считается установленным в пользу НАТО. Они несут риск непредоставления данных документов. Ну, все, все, просто нет. Не просто нет, а нет. Судья Лобанова. Как озадачила людей. Просто берет, выносит, на мой взгляд, заведомо незаконное определение, только с целью, чтобы усложнить нам жизнь. Просто, чтобы мы лишний раз побегали. За квитанцией, в банк, из банка опять сюда. Частную жалобу, столько телодвижений. Потом возвращать эти деньги. Но я думаю, что судебная квалификационная коллегия должна оценить ее действия. Для этого нам нужно, соответственно, определение Мурманского областного суда, которое признает незаконным ее действиям. Ну, что очевидно. Ну, что очевидно. Это просто очевидно. Даже судья коллега признает, говорит, что, ну, я имею право сейчас просто принять встречное исковое заявление в рамках того, что дело рассматривается с самого начала при смене судьи, что сейчас и произошло в судебном заседании. Возникает вопрос, зачем это делать? Денис Анатольевич, ваше мнение. Ну, зачем так же, как и когда мы в суд выиграли, нам дали по 500 рублей? Да. Не поварно. У нас, оказывается, существует компенсация морального вреда в размере 500 рублей. Это что-то с чем-то. Это в сумме доехать до суда на такси и обратно. И то не факт, что даже в 500 рублей влезешь. Да, влезешь. 500 рублей – это вообще ничто. Да даже 100 тысяч для магазина – это ничто. Они в день выручку больше имеют гораздо. На просрочке на этой. Очень ничто. Здесь была балабана, она сейчас у нас у любви быстро высидела. Вот она как-то делает такое… Мне кажется, она не заболела. Просто вот, ну, как бы, самоотвод брать тоже как-то, знаешь, для них некрасиво. Надо красиво выйти из этой ситуации. Потому что у нас конфликтная ситуация с самого начала произошла, когда она мне рот начала затыкать. Просто, наглую. Подпакосить под конец? Ну, я-то именно так и оцениваю, что это подбакостить. Ты понимаешь, у меня в встречном исковом заявлении прямо в шапочке написано «Госпошлина» и ссылка на статью «Закон о защите прав потребителей» 17-ю о том, что, как бы, не взымается с нас госпошлина. То есть, прямым текстом указывает, что, как бы, мы не платим госпошлину. И она берет, вот так вот делает. Ну, я говорю, да, это заведомо незаконное, скажем так, определение. 305-я статья, часть 1-я, Уголовного кодекса. Не надеюсь, что он, кажется, все-таки заработает, да? Ну, должен для начала факт. То есть, суд областной должен установить, что, да, ее решение было незаконно. Вот документ, подтверждающий это. Определение Мурманска областного суда. И дальше можно обращаться уже в Следственный комитет. Ну, сам знаешь, чем это закончится. Но областной суд не может вынести другое решение. Конечно, не может. Нет, Денис может. Может. Поверь мне, может. Я рассуждаю по своему уголовному делу. Может. Хорошо, может. Но судья же сейчас приняла наше встречное заявление. Ну, потому что судья другой, понимаешь? Вот, как бы, скажем так, там не относились, на мой взгляд, судья на данный момент себя ведет очень корректно и достойно. Вот мне, по большому счету, возразить нечего. Единственный был нюанс по поводу судебных расходов. Вот. Но это с какими-то доводами, естественно, я согласился. Про доверенность, про определенные вещи. Но с каким-то доводом не согласился. Ну, это... Это мелочи. С учетом того, что 28 тысяч все-таки компенсировали, то есть вот эти вот там плюс-минус 3 тысячи, они по большому счету погоду не делают для меня. Потому что я свои деньги так и так получил. А не только для тебя делать погоду, так как ты тратишь деньги. Я не дополучил. Ты не дополучил. Ты не получил компенсацию того, что ты понес. Ну, ты отбился от 20 тысяч, но при этом заплатил 3 тысячи мне. Ну, да. То есть ты сэкономил 17 тысяч. А с точки зрения законодательства, ты должен был, во-первых, сэкономить 20 тысяч, то есть полностью отбиться от иска, и еще компенсировать свои затраты на необоснованный иск. Ну, то есть вознаграждение. Ты сюда приезжал? Приезжал. Торадил, не тратил. Ну, судя, посчитал, что это не подлежит взысканию. То есть, ну, ты-то тут, это хобби для тебя. Для меня это работа, да, я за это деньги получил. А для тебя это так, хобби. Ну, не в нем тоже, так считаю. Наверное. Что там, тратилетичный? А не приехать ты не можешь. Я вот всем советую, если на вас банки подают, обязательно обращайтесь в суд, обязательно оспаривайте. Потому что в 99 случаях вы выиграете дело. Просто выиграете. А если вы не являетесь, то в 99 случаях решение будет не в вашу пользу. Это факт установленный. У нас судебные приказы выносятся по ксерокопиям непонятно чего. Ну, якобы каких-то договоров по ксерокопиям. Вообще беспредел. Понятно, что судебный приказ легко отменить. Но суть-то и в том, чтобы вынести так приказ этот, чтобы люди об этом не знали. Они об этом узнают уже, когда приставы залезают в карман. Потому что исковые заявления направляют на какие-то левые адреса, там еще на что-то. Ну, вот все делать, чтобы не получил человек извещение о суде. По-моему, единственный юрист, который, в сути, гарантирует обращение к тебе, что он будет выигрышный. Нет, я не гарантирую. Я сразу говорю, как и все могу сказать, что я ни в коем случае не гарантирую. Потому что... Ну, в каких случаях случаев? Я даже один процент не гарантирую. Почему? Потому что я не судья. Даже, на первый взгляд, сто процентов выигрышное дело может быть не выиграно. Только потому что вот судья так решила. Ну, вот судья Лобанова так решила, что мы должны заплатить госпошлину. И все. Вот она так решила. Другая судья, коллеги, вот решила, что нет, так не должно быть. Они между собой даже не могут договориться. И другая. Поэтому, если вам какой-то юрист, адвокат говорит, что я вам гарантирую сто процентов, что дело будет выигрышное, разворачивайтесь и уходите. Это мошенник. Это мошенник. Сейчас среди юристов очень много мошенников. Я думаю, что сейчас немножко в тупик поставил судью в каком плане. На какой период откладывать дело. Судья вынесла уже определение, но оставить без движения. Это определение должно быть отменено. Либо исполнено. Но, с другой стороны, мы исполнили, мы квитанцию предоставили, понимаешь? Поэтому я не хотел ее изначально предоставлять. Думаю, ладно, надавили, отдал ее. Вот это может быть истолковано, что как бы есть поводом для того, чтобы продолжить рассмотрение, известив сторону по встречному иску. А если бы я квитанцию сейчас не дал, то тоже была более сложная ситуация. Ленинский район, в составе председателя председателя СОВКОМБАНКО, мангстану и секретарей Якубовой, с участием от�ечка масла, председателя ТОВКОМБАНКО, рассматрив в судебном заседании гражданской отдел писька публичного акционерного общества СОВКОМБАНКО, В связи с принятием встречного искового заявления отложить судебное разбирательство на 31 марта 2023 года в 11 часов 30 минут. Ничего не сказала, я по крайней мере не услышал о том, как ее определение обжало, когда мы можем получить мотивированную часть и так далее. А, да. Понимаешь? Просто вот то, что она приняла встречное исковое заявление, на мой взгляд, здесь есть большое противоречие. То есть есть действующее определение, не отмененное, об оставлении без движения. Подано частное жалобо. То есть один и тот же вопрос разрешен двумя разными судьями и по-разному. Но так быть не должно. Причем вдали у нас опять Лобанова будет. А она-то вынесла определение, что вам. Здравствуйте. Доброго. А что вы здесь? Вас ждем. Да, у нас там другие ждут. Другие. А как думаешь? Надеюсь, не пишешь? Или всегда записываешь. Вы всегда. К вам такой вопрос. Чего вы не хотите с вами беседовать? Нет, вопросов. Вопросов не смочные. А? Как я уже говорил, когда и будет без этого, подходи и переговори. А что вы не сможете с вами ехать? Нет, спасибо. Продолжение следует...